Уважаемые коллеги, добрый день, какая большая наша страна. Мы приехали из разных территорий, с большим интересом прослушала два предыдущих дня, интереснейшие сообщения из ваших территорий. Стало понятно, что проблем у нас много, проблемы похожие, и хотелось бы поделиться информацией по своему регистру. Я являюсь руководителем, заместим главного врача по организационно-методической работе Томского областного онкологического диспансера, являясь руководителем популяционного ракового регистра Томской области. Где эта точка? Хороший такой инструмент. Коллеги, численность Томской области невелика, на самом деле, всего миллион с небольшим населением, в этом плане мы похожи на другие территории. Женское население преобладает, сельское население у нас не более 30%, у нас не аграрная область, средний возраст на уровне 37%, продолжительность жизни на сегодняшний день 76 лет. Нужно сказать, что в плане демографии сегодня прирост Томской области относится к территориям с естественно положительным приростом, приростом 1,9%, как вы видите. Здесь обозначены наши 16 административных территориальных образований. Площадь области соответствует примерно где-то области Франции по территории. В нашей области представлены два крупных города. Областной город, город Томс, где проживает более полумиллиона человек. И наша область интересна тем, что на территории нашей области имеется закрыто административно-территориальное образование, город физиков и атомщиков на территории нашей области. Имеется город, где единственный в мире химический комбинат переработки оружейного плутония. К нам везут отходы со всей Европы для переработки. В общем, такая особенность нашей территории. С 1953 года этот комбинат существует. Город закрытый. И особенности взаимодействия с этим городом я расскажу позднее. Так вот представлена онкологическая служба Томской области. Это встроенная трехуровневая система. Специалисты первичного звена. Специалисты первичной специализированной помощи врачи-онкологи. Онкологических кабинетов и специализированные учреждения, диспансеры и томские неонкологи. Почему для нас важно понимание, как устроена наша система? Потому что специалисты от этих всех уровней принимают участие в оказании онкологической помощи. А значит, принимают участие в регистрации онкологических заболеваний. Они занимаются заполнением выявлений, установлением диагноза и заполнением специализированных форм, принятых в нашей стране, являющихся обязательными к заполнению. Все эти учреждения и врачи взаимодействуют с нами, отправляют документы, заполненные к нам в онкологический диспансер, в канцерегистр. Канцерегистр находится на базе онкологического диспансера. Программный модуль у нас разработан с местными разработчиками, томскими, билгейцами. Но сегодня эти специалисты, к сожалению, закончили свое существование. И наш канцерегистр, он живет такой, знаете, своей жизнью. Дело в том, что вся информационная система медицинская в Томской области перешла в новый формат. И пока канцерегистр – это отдельный модуль. Пока мы функционируем, введем учет в этой системе. Пока так. В базе у нас более 50 тысяч онкологических пациентов. Из них умерших 25 тысяч человек. Здесь я представила, какие группы пациентов у нас зафиксированы в нашем регистре. Показатели, стандартизованные показатели заболеваемости здесь представлены по гендерному различию. У мужчин по итогам 2014 года преобладают опухоли, злокачественные опухоли предстательной железы, затем легкая опухоль кожи, желудок. Ну и далее здесь видно. Стандартизованный показатель заболеваемости отличается, мы видим, от грубого. То же самое у женщин. Мы здесь не являемся уникальной территорией. На первом месте это опухоли молочной железы, далее кожа, шея и коматки. К сожалению, это наиболее часто регистрируемая опухоль, потому что у нас имеет место проблемы с организацией скрининга. Это правда. Это еще пока заболеваемость. Смертность. Смертность. Наиболее часто погибает наше население мужское от опухолей легкого. Далее это опухоли лимфомы, влокачественные опухоли желудка, предстательная железа женщины, опухоли молочной железы. На втором месте это опухоли желудка, легкая на третьей позиции, кулуроктальный рак, шейка, матки. Также входит в десятку ведущих локализаций, виновных в смерти наших женщин. Тренировка отсутствует. Этим слайдом я хочу показать значение конца регистра. Эти данные, вот вчера этот вопрос был затронут, как важно показывать наши данные руководителям, которые принимают решения. Да, мы, показав вот эти данные руководителю Департамента здравоохранения нашей области по опухоли молочной железы, мы видим, мы хотим сказать, что имеющиеся 26 маммографов работают неэффективно, так как смертность не снижается на протяжении 10 лет и заболеваемость у нас немножечко выросла, видимо, вот с нашей пресловутой диспансеризацией. Но хочу сказать, коллеги, что здесь это грубые показатели, и я хочу сказать, что в некоторых случаях грубые, возможно, и надо показывать, а иногда даже и абсолютные просто значения нашим начальникам, которые принимают решения. Это колоректальный рак, но здесь без гендерного различия, но тем не менее тоже плату, как на уровне заболеваемости, так и смертности. То есть мы хотим сказать, что сегодня проводимые мероприятия профилактические никакой роли в снижении смертности не играют. То есть смертность по колоректальному раку, по шейке матки, по молочной железе хотя бы не растет, потому что применяются достаточно эффективные методики лечения. Но профилактика не имеет значения для выживаемости наших пациентов. Ну и так априорно. Вот, пожалуйста, это опухоль шейки матки, вот такая динамика, рост заболеваемости. Скрининг у нас даже сложно назвать его спонтанным. То есть ситуация безобразная. Мы с этим боремся. Результаты довели до руководства, и это имело успех. Почему? Потому что сегодня решим практический вопрос о финансировании скрининга, который будет проводиться в таком более-менее организованном формате. Подготовлены программы, подготовлены специальные решения, и есть финансовый выход для решения этой проблемы. Я показала для того, чтобы показать наши возможности регистр, что вот не просто так эти данные собираются, что ими можно пользоваться. Регистр у нас представлен врачами, статистиками, медицинскими статистиками, делопроизводителем. Вот я бы хотела поддержать коллегу и самару Аллу Геннадьевну, потому что действительно вопрос обеспечения канцерегистра это вопрос главного врача. Насколько главный врач, больница, диспансера проникся темой, тем, что необходимо развивать учет. А нужны люди. И в рамках 915 приказа это наш инструмент для того, чтобы укомплектовать штат, канцерегистра. Нам главный врач пошел на встречу. Сегодня люди есть, которые регистрируют, собирают информацию. От 51 учреждения мы собираем информацию всеми уже известными методами и способами коллеги, мы все это знаем, взаимодействуем активно с патолого-анатомическими отделениями, с бюро судебно-медицинской экспертизы. В общем, в этом плане у нас все стандартно, как у всех. Основные подходы, которые мы используем в работе с учетом, сейчас регистр перешел как бы на активный поиск информации. Действительно, вот то, что нам сегодня Надя показывала, все эти мы инструменты используем обязательно для сбора информации. Это есть, это отражено в наших инструкциях в 135 приказе, этому мы следуем обязательно. Актуализация базы данных канцерегистра нами осуществляется ежемесячно во время так называемых сверочных мероприятий. Ну и тут достаточно такой рутинная мера по каналам защищенной связи и при личном контакте со специалистами с первичных онкокабинетов. Сегодня в первичных онкокабинетах у нас тоже укомплектованность практически стопроцентная, но при этом хотелось бы отметить, что в учете наши имеющиеся онкологи, хоть они и есть, но мало ориентируются. Поэтому сверочное мероприятие у нас зачастую превращается в такое обучающее еще мероприятие, актуальное вопросом учета. То есть здесь мы убиваем двух, в общем-то, зайцев. Преемственность с ЛПУ у нас, коллеги, отлажена. Документы обороты работают. В год мы обрабатываем, я посчитала, почти более 230 тысяч разных документов шлем. Нам шлют, мы шлем. В общем, это процесс такой. Поэтому у нас, все, коллеги, пока еще все в ручном режиме. Мы не интегрированы ни с какими пока базами, но для этого люди и нужны. Мы надеемся, что светлое будущее будет, и система у нас заработает. Я расскажу позже. И еще особенность, что мы закрепили медицинских статистик, врачи статистиков за конкретными лечебными учреждениями, которые контролируют ситуацию по учету. Вот это наша перспектива. Сейчас речь идет о том, что будет разработано, подготовлено техническое задание о разработке регистрного формата, то есть в каждом первичном онкокабинете, для чего нам и нужны были эти кабинеты, и врачи-онкологи. Будут установлены арм онколога. Это будет нам позволять фиксировать все случаи смес на местах онкологических больных, на онкологические больные будет заводиться информация. И все это будет стекаться в центр, в базу данных, канцер регистра. То есть, ну, это вот такие моменты отлажены, это всем известный механизм, но вот это наше будущее, с этим и связано наше будущее. Коллеги, очень важна специальная проблема, важна, мы считаем, специальными на подготовку персонала для работы в канцер регистре. В идеале, по нашему мнению, должен быть цикл тематического усовершенствования на базе ведущих вузов с выдачей специальных сертификатов. Это как раз к вопросу и при престиже нашей профессии. Потому как, знаете, коллеги, вот скажите же, ведь мы являемся все борцами и бойцы невидимого фронта. Нашу работу порой действительно занижают значимость, не понимая, чем мы занимаемся. А ведь мы занимаемся очень важной работой, которая позволяет принимать решения и порой экономить деньги. Вот. Еще мы считаем, что проблема является сегодня отсутствием единого информационного пространства, доступа к электронной базе. и проблема у нас есть с регистрацией смертей. Ну, мы уже знаем, как с этим бороться. Уже практически вчера было принято решение на уровне нашего департамента, где это министерство, о том, что нас допустят в ЗАГС, мы туда будем ходить и выписывать, брать списки умерших пациентов. Ну, во всяком случае, у нас будет доступ. С этим уже можно будет работать. Вот здесь вот я еще хотела обозначить проблему, какая у нас имеется проблема еще не прослеживанности, прослеживаемости пациентов на этапе диагностики лечения диспансерного наблюдения, но мы думаем, что это все решится с учетом единой информационной системы, в которую наша область войдет. И буквально два слова про проблему с городом Северском, вот этот город, который у нас есть. Вот наш популяционный раковый регистр, к сожалению, покрывает не все население. Речь идет о 120 тысячах человек. Контингент, проживающий на территории онкобальных тысяч, две с половиной тысячи, в среднем регистрируется 500-560 опухолей в год вот в этом городе, где идет проработка оружейного плутония. Но дело в том, что регистры у них реально нет, и качество ведения учета тоже непонятно, нас туда не допускают, поэтому проблему знает и Ольга Петровна, наш Негерцин. На сегодняшний день мы подготовили очень серьезное письмо. Думаю, на административном уровне большое руководство решит эту проблему. Коллеги, спасибо за внимание. Надеюсь, что я не очень утомила. С большим удовольствием послушаю ваши тоже доклады. Я бы хотела сказать комментарий. Спасибо большое. И мне очень понравилось, что она сказала, что бойцы невидимого фронта, да? Вы же бойцы невидимого фронта. Да, это самое главное, что вы должны понять, что ваша профессия очень важная. И она очень хорошо подчеркнула то, что учеба с сертификатами, чтобы увеличить стаж, канцерегистр в вашей стране и в медицинском секторе. Это очень важно. И это, я хочу подчеркнуть, мне это очень понравилось. Вы согласны, да? Да. У вас есть вопросы? Спасибо. 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 Продолжение следует...